здравствуйте всем знаком такой прибор как компас но не все умеют с ним правильно работать поэтому сегодня мы поговорим о том как правильно работать с компасом и что делать если он сломался для начала для изучения работоспособности компаса выйдите в полдень с вашим устройством на улицу половина стрелки которая повернется к солнцу юг чтобы приступить к ориентированию в походе надо снять стрелку с фиксатора намагниченная половина стрелки покажет на север вторая половина на юг перед путешествием можно заранее воспользоваться компасом и картой в этом случае на карте нужно смотреть все места которые вы планируете посетить далее уложить компас на карту и совместить северную половину стрелки с пунктом маршрута на географической карте с помощью линейки проведите линию между первым местом остановки в маршрутном листе и середины лимба вычислите азимут направления до первой выбранной точки отметьте таким образом все выбранные точки сделав предварительное вычисление можно не бояться заблудиться если вы отправились поход без карты и заблудились в лесу выберите объект который станет ориентиром для вас лучше чтобы это была дорога или упавшее дерево затем надо отойти подальше перпендикулярно выбранному объекту далее компас кладут на ровную поверхность как только его стрелка покажет север начертите мысленно линию до объекта зафиксированное значение обратный азимут для возвращения но что делать если компас вдруг сломался главное не паниковать этот прибор можно с легкостью соорудить самостоятельно из подручных материалов которые всегда должны быть опытного туриста это швейная игла дно пластиковой бутылки кусок деревянной коры или пробки размером примерно 3 на 3 сантиметра нож и другие металлические предметы в деревянной пробке или коре необходимо сделать желобок куда позднее встанет иголка иголку необходимо намагнитить это делают так хорошо потрите один конец иглы об металлический предмет другой наоборот нужно размагнитить поддержите его над огнем зажигалки или спички далее иглу поместите в желобок и спустите его в дно крышки с водой через некоторое время импровизированная стрелка совершит несколько вращений и укажет на север напоследок скажем что для удобной работы с картами можно приобрести прозрачный компас и если хотите чтобы стрелка быстрее и четче показывала север имейте в походном рюкзаке военный компас он к тому же ударопрочный а еще вы сможете скачать мобильное приложение с компасом себе на телефон но имейте ввиду что телефон может разрядиться поэтому лучше пользоваться обычным компасом учитывайте данную информацию и смотрите рублику гражданская оборона ведь если предупрежден значит вооружен а а